Все эти минералы и горные породы содержат в своем составе алюминий. Он самый распространенный в земной коре металлический элемент. Однако в свободном виде алюминий не встречается. Почему? Почти в три раза легче железа или меди. Но настолько же он уступает этим металлам в прочности. Точка плавления алюминия 660 градусов Цельсия. При затвердевании он, как и все металлы, кристаллизуется. Алюминий один из 36 металлов третьей группы периодической системы элементов. Модель ядра атома алюминия. А это модель электронной структуры изолированного атома алюминия. Тринадцать электронов расположены на трех энергетических уровнях. Алюминий легко отдает три электрона наружного незаполненного слоя. Для упрощения атом будем рассматривать в виде шара. Твердый алюминий образует кубическую, границентрированную кристаллическую решетку. Так выглядит плотнейшая упаковка атомов. Однако электроны наружного слоя легко перемещаются в кристаллических решетках металлов в виде так называемого электронного газа. Взаимодействие таких электронов с остовами атомов и обуславливает металлическую связь. Свободные электроны обеспечивают электропроводность металлов. Сравним удельное сопротивление нескольких металлов. Железо. Медь в пять раз меньше. Алюминий примерно в три раза меньше железа. Расположите эти металлы в порядке возрастания их электропроводности. Хорошие проводники электричества имеют и высокую теплопроводность. У алюминия она значительно выше, чем у железа. Под действием внешних сил слои атомов в кристаллической решетке могут сдвигаться. Этим объясняется пластичность металлов. Алюминий обладает очень высокой пластичностью. Постановка опыта требует соблюдения мер безопасности. В химических реакциях каждый атом алюминия отдает три электрона наружной оболочки. Порошкообразный алюминий. Продукт этой сильно экзотермической реакции оксид алюминия. Но компактный алюминий отличается высокой химической устойчивостью. Почему окислились железо и медь, а более активный алюминий остался без изменений? Дело тут в том, что на его поверхности всегда образуется тонкая и очень прочная пленка оксида алюминия. Она-то и защищает алюминий от коррозии. А сейчас даже удерживает расплавленный металл, как в чулке. Растворим защитную пленку в щелочи. Очищенный алюминий легко смачивается ртутью и растворяется в ней. Атомы алюминия диффундируют на поверхность створа, взаимодействуют с кислородом воздуха и образуют рыхлый оксид алюминия. В воде на этой пластинке происходит другая реакция. Алюминий вытесняет водород. Вспомните, соответствует ли это положению алюминия вреду напряжений. Иная закономерность проявляется при взаимодействии алюминия с оксидами металлов, например, с триоксидом молибдена. Восстановление оксидов металлов алюминием называют алюминотермией. Таким способом можно получать многие тугоплавкие металлы. Чтобы реакция началась, нужен запал. Его поджигают магниевой лентой. Жидкий металл молибден. При получении триоксида молибдена выделяется гораздо меньше теплоты, чем при образовании оксида алюминия. Поэтому алюминий вытесняет молибден из его триоксида, образуя более прочный оксид. Алюминий же вытесняется из своего хлорида металлическим натрием. Так алюминий получали в прошлом веке. Подумайте, почему этот способ не нашел широкого распространения? Вода с металлическим зеркалом не реагирует. Значит, зеркало образовано алюминием, а не натрием. Получим триоксид алюминия, обладающий интересным свойством. Гидроксид алюминия легко растворяется, как в избытке щелочи, так и в кислоте. Такая двойственная природа гидроксидов называется амфотерностью. Это свойство обусловлено размерами радиусов и величинами зарядов ионов, образующих гидроксиды. Взаимодействие ионов в молекулах гидроксидов подчиняется закону Кулона. В молекуле едкого натра кислород прочнее связан с водородом, чем с натрием. Потому и отщепляется ион гидроксила. Это свойство щелочей. В фосфорной кислоте, наоборот, отрывается ион водорода. В случае алюминия прочность обеих связей примерно равна. В кислой среде отщепляется анион гидроксила, щелочной – катион водорода. В этом и состоит амфотерность. В наше время алюминий получают электролитическим способом из его оксида. Но сначала необходимо выделить оксид алюминия из руды. Например, из боксита или нефилина. Электролиз – процесс энергоемкий. Вот почему алюминиевые заводы сооружаются вблизи крупных электростанций. Технологический процесс состоит из двух стадий. Выделение оксида алюминия и электролитическое получение металла. Исходное сырье для электролиза оксид алюминия плавится при температуре свыше 2000 градусов. В промышленных условиях поддерживать ее не удается. Как же решить проблему? В платиновом тигле порошок криолита и трубка из оксида алюминия. Температура плавления криолита около 1000 градусов. В его расплаве хорошо растворяется оксид алюминия. Это и лежит в основе промышленного электролиза. Модель электролизера. Он представляет собой металлическую ванну с графитовой обкладкой изнутри. Это катод. На дне ванны собираются жидкий алюминий. На угольных анодах происходит разряд ионов кислорода, окисляющего углерод. Выгоревшие аноды заменяются. Модель электролиза. Модель электролиза. Жидкий металл отсасывает вакуум ковшом. Модель электролиза. Модель электролиза. Модель электролиза. Модель электролиза. Хорошая пластичность алюминия позволяет прокатывать его в тончайшую фольгу. Алюминий приобретает все большее значение как дешевый упаковочный материал. Тара из него легка и проста в изготовлении. И, что самое главное, использованная тара поддается многократной переработке и не загрязняет окружающей среды. Высокая электропроводность алюминия дала возможность заменить им дорогостоящую медь в линиях электропередачи. А легкость проводов значительно увеличить расстояние между опорами. Алюминиевые сплавы, близкие по прочности к стали, такие, например, как дюралюминий, применяются в строительстве и машиностроении, в конструкциях скоростных судов и современных средствах железнодорожного транспорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова